Татьяна Федулова 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 А как правило, мой опыт показывает, что из прошлой жизни именно идут причины вот этих серьезных заболеваний хронических. Это может даже быть инвалидность, это может быть все что угодно. И вот мы с тобой сегодня все-таки, я думаю, что цель поставим точно сходить или в прошлую жизнь, по крайней мере, дойти до вот этой первой причины, о чем сигнализирует болезнь, о чем она нам говорит. Ну и, соответственно, если мы поставим диагноз, то и рецепт нам обязательно дают. То есть, как правило, это происходит. Ты готова? Да, готова. Я попрошу тебя сейчас отправиться в то место, где тебе очень хорошо. Я не знаю, что это будет за место, и на чем ты туда отправишься. Может, ты полетишь, может быть, туда пойдешь. Я прям раз там и оказалась. То есть, просто на раз? Да. Очень хорошо. Опиши мне это место, что ты видишь. Это лесная полянка и земляника везде. Очень хорошо. И сейчас я попрошу тебя, чтобы пришел твой ангел-хранитель, для того, чтобы он помог нам в сегодняшнем путешествии. Он появился, как старичок-боровичок, как грибочек такой. Видя. Как из сказки какой-то. Угу. Ну, такой ласковый, добрый, такой вот добродушный. Как из сказки? Да. Добрый герой? Да, да. Вот так его видишь. А я маленькая. Мне лет семь, наверное. Замечательно. Может, и меньше. Не знаю, как ты такая какая-то. Так, очень хорошо. Замечательно. И сейчас, вот прочувствуй эти эмоции, которые вас сейчас сближают. А спроси его, поможет ли он нам сегодня открыть тайну-тайну твоей болезни. Самую первую причину. Он говорит, ну ты догадываешься уже. Ну помогу, говорит. Так, очень хорошо. То есть он согласен? Да. Так, очень хорошо. Тогда сейчас мы с тобой сделаем следующее. Ты вызовешь симптом в своем теле. То есть, по сути своей, ты как бы целенаправленно будешь усиливать те ощущения, когда у тебя начинают слезиться глаза, чесаться руки. То есть ты вызываешь, ну входишь в какое-то воспоминание, которое вот тебе легко в этом состоянии вызвать этот симптом. Можно почесать, палец вот у меня чешется постоянно, когда мне что-то. Так, так, очень хорошо. И сейчас мы с тобой, знаешь, как по мусику некому воображаемо, будем идти назад, прошлое. Сейчас я попрошу тебя опять оставаться на этом симптоме. И пусть в этот момент, вот ты представь, что ты на неком мостике, и ты идешь назад в прошлое. И сейчас тебе придет следующее какое-то воспоминание, очень важное, нужное, которое тебе нужно увидеть, как некая картинка. Я не знаю, кстати, ты, может быть, посередине на мостике можешь быть, может быть, только в начале, в той изначальной точке. Можно сказать, конец мостика, это там первая причина твоя находится. И мы идем по неким точкам. Первую мы прошли, и сейчас ты идешь ко второй точке. Тебе сейчас придет какое-то воспоминание, которое будет связано с твоим симптомом. Воспоминание, где ты будешь знать хотя бы такие какие-то отдаленные причины своего заболевания. Я маленькая. Сколько лет? Вот такое ощущение, что мне вот как раз совсем маленько после рождения. То есть только родилась? Да, ну, не знаю, может, месяц. Так, очень хорошо. Потому что я уже вижу, и, ну, вижу, понимаю, что я вижу. Я чувствую, что мне холодно, и я плачу. Так, очень хорошо. А ты можешь вот как ребенка своего? Меня кусает за нос, ну, видимо, сестра старшая. За что ты? Как интересно, тебе это нравится? Чтобы я не плакала. Ух ты. Нет, мне это наоборот не нравится. Только сестра кусает за носом. Да. Давай сейчас мы еще дальше с тобой по мостику продвинемся. Я не знаю, куда ты сейчас попадешь, какой значимый момент своей, может быть, еще той жизни. То есть данный или, может быть, куда-то прошлый. Мы, если есть, действительно там первая причина в прошлом. Я непонятно где. Так, прописывай. Просто описывай, что видишь, ощущаешь. Я ощущаю себя каким-то маленьким мальчиком. Так. Стою перед каким-то старцем. Интересно. Ага. Ты имеешься в виду духовный... Духовный именно, духовный. А это есть разница между тем вот девушкой вначале, которую ты видела, и им? Да. Ну ты давай спроси его, где ты находишься? Ты находишься где-то в плотном мире, воплощаешься, это некая какая-то ситуация жизненная. Или ты находишься между воплощениями? Между? Душа. Да. Очень хорошо. Давай поблагодарим за то, что он пришел, за то, что он сейчас ответит на твои вопросы. И давай мы спросим, где вот та первая точка, когда все началось с этой болезни? То есть вот она вот... Именно та, которую нам уже показали? Да. Первоначально? Угу. Очень хорошо. Интони, он говорит, что так должно было быть. Все, все предусмотрено. Так, подожди, а что конкретно вот нам тогда давай, что должно быть? Чтобы тебя кусали за нос, чтобы у тебя появилась эта болезнь? Да. Что я должна через это пройти была, чтобы он говорит, что любовь к себе. Так. А такое ощущение, что у меня это в руках. Я должна это вот донести всем. Всем кому? Людям. Так, еще раз тогда, что ты должна донести? Как любить себя. А ты умеешь любить себя? Нет. Очень хорошо. Тогда, получается, с болезнью, зачем она тебе... О чем она тебе напоминает? Главное, что внутри... Тебе хорошо. ...и какое отношение ты к себе испытываешь... Такое и будут тебя видеть. Значит, давай мы все-таки вернемся к первому пункту. Пусть он тебе как будто даст рецепт, да? Ну, для того, чтобы эта болезнь ушла, что тебе конкретно нужно сделать? Первое. Прям пошаговая инструкция. Первое говорит... Говори себе побольше комплиментов. Очень хорошо. Второе. Ну и ты страдаешь по планированию. Что это такое? Не планируешь. А это как-то относится к самооценке и любви к себе? Да, поэтому да. Почему? Потому что не успеваешь и винишь себя за что-то. Что ты это не сделала, это не сделала, отложила, но потом... Что-то какое-то слово идет, вот нет. Что-то связано с нет. А ты там упоминала где-то, что ты не можешь сказать нет. Это связано с этим? Вот, наверное, да. Чтобы научиться говорить нет. Так, очень хорошо. Тогда давай мы спросим у старца. Мы действительно нашли вот эту первую причину? Угу. То есть он как это тебе дал? Как ты поняла? Твердите, не знаю. Сказала, наконец-то. Дошло. Так, очень хорошо. Замечательно. Значит, чтобы болезнь ушла. Кстати, она вообще уйдет в этом воплощении? Или нет? Мы спросим. Сразу появилось. Поживем, увидим. То есть зависит от кого-то? От меня. От тебя. Так, очень хорошо. Принятие себя. Угу. Это первое, да? Угу. Принятие себя, ты имеешь в виду в любом виде, в любом состоянии? Да. Угу. А с нет нам что делать? Учиться говорить. Учиться нет, да? Да. Говорить нет. Угу. Это три пункта? Угу. Очень хорошо. Если ты будешь выполнять все эти пункты, ну и действительно научишься принимать себя в любом состоянии, учиться говорить нет и полюбишь себя. Да. Что произойдет тогда с твоей болезнью? Изменится моя жизнь. А пусть покажет тебе вот образ будущего, что произойдет в одном случае, если ты выполнишь это, а в другом случае, если ты не выполнишь. Твое будущее как бы, пусть покажет. Я на сцене. Если выполнишь? Да. Так, а сцены это что? Где? Чуть вещаю. Так, интересно. То есть это какая-то профессиональная деятельность? Получается, что да. По ощущениям, да? Да. Так, а кому там народ? Да. Угу. И как ты себя там чувствуешь? Хорошо. Замечательно, да? Так, очень хорошо. Очень хорошо. Пусть покажет тебе еще другую картинку, если ты не будешь выполнять эти рекомендации, что будет. Ой, как прямо сказка о рыбаке и рыбке. Что это значит? У разбитого карта. Ага. Так, очень хорошо. Очень хорошо. Не хочу быть. Насколько ты... Так, хорошо. А вообще для тебя это реально сейчас? Да, это хорошо сказать. Иди, прими себя в любом ситуации, учись говорить нет и любовь к себе. То есть насколько ты вот сейчас... Тебя мотивирует то, что ты увидела? Мотивировать будет, потому что... Даже вот... Даже вот... Чтобы показать другим, что такое возможно. Так, очень хорошо. Очень хорошо. Ну что, давай мы спросим от духовных наставников. И у ангела твоего, и вот этого старца. Все ли закончено здесь с этим симптомом у нас, с этой работой? Да, все закончено. Закончено. То есть можно идти работать. Да, если будут вопросы какие-то, приходи. Да, да, да. Так, очень хорошо. И сейчас мы тогда с ними потихонечку прощаемся. Мы благодарим. Ему не нужно никакой подарок от тебя. Поцелуйчик. Хорошо, обнимитесь. Обязательно сейчас как-то попрощайтесь. Очень трогательно. Прочувствуй его энергию. Прочувствуй, что он в тебя верит. И по мере того, как ты возвращаешься назад, ты сейчас можешь спокойно начать шевелить руками. В этом темпе ты начинаешь открывать внутренние глазки, которые мы закрывали многочисленные. Открывай их по очереди. И когда ты будешь готова, да, ты в своем темпе откроешь внешние глазки. Можно будет потянуться немножко, будто ты просыпаешься от хорошего сна. Да, в своем темпе. Да, очень хорошо. Да, выходишь на уровень здесь сейчас и чувствуешь себя очень интересно и очень хорошо. Да, немножко приди в себя. Мы долго? Как обычно, конечно, долго. Интересно, у меня стоит образ вот двух старцев. То есть вот этого с колокольчиком получается, да? И тот, как из Гарри Поттера. Это очень хорошо. Вот ты мне сейчас скажи самого важного ценного, что ты получила в нашем сеансе? Как открытие для тебя? А что люди приходят не просто так в этот мир, а для какой-то своей определенной миссии? А для чего-то? И вот очень интересно вообще по жизни, да, вот узнать для чего. Ну, это, наверное, вот уже задумываемся в нашем возрасте больше. Молодежь-то, когда молодыми бываем там, наверное, у нас и время было другое, конечно. Но просто же интересно же даже вот и молодым, зачем они живут на этой земле? Почему именно? Вот чего они? Зачем? Ты получила вот этот ответ? За что? Да. Понятно? Он точно тебе понятен? Да. Да? Да. То есть получается, что болезнь чем являлась для тебя? А можно я не буду сейчас это говорить? Конечно, конечно. Тебе нужно подумать? Нет, мне не подумать. А мне нужно вот это не то, чтобы понять, а вот это принять, чтобы это понять. Тебе нужно время. Да. Очень хорошо. Я тебя поздравляю. Это действительно, я думаю, хороший шаг, такой важный для твоей жизни. Этот диск тебе обязательно поможет дальше вот так же плодотворно работать с твоими наставниками духовными, с ангелами-хранителями. То есть эту связь держать 24 часа? Да, да, буквально, в смысле, все 24 часа через разные формы, через разные каналы восприятия, как и сейчас мы работали через внутренний канал, да, видение, и ясночувствование, и яснознание. А так ты можешь и через реальность еще с ними общаться. Это тоже тебе поможет, потому что они дают нам знаки через разные, разные каналы. Очень интересно. Да, да, да. Это действительно искусство. Поделюсь потом обязательно. Да, это искусство. Искусство общаться с теми силами, которые ведут светлые силы. Спасибо большое. Которые ведут нас всех по жизни. Спасибо большое. И, конечно же, я тебе вот хочу такой напомнить тебе. Ну, конечно, не совсем похож на твоего дедушку. Нет, это все равно приятно очень. Да. Спасибо. Да. Это очень приятно. Пусть это напоминает тебе о нашей встрече. Что они действительно существуют. Да, 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 да. Спасибо. Да. И сейчас я тебе еще хочу один такой сюрприз дать маленький. Как напоминание. Что все ресурсы, все силы находятся в нас самих. Выбери, пожалуйста, какой-то ключик. Это ключ к твоему подсознанию. Глубинному, глубинному подсознанию. Да, там, кстати, разные есть сердечки. Тут время главное дело. Да, да. Как интересно. А ты знаешь, вот я его, наверное, не просто так открыла. Вот это да. Вот, вернее. Давай сейчас. Не выбрав мне. У меня аж планирование сказали. А, часы. Спасибо. И это, кстати, будет знак тебе напоминать, что действительно тебе очень важно. Ой, благодарю большое. Вот не просто так же я его именно. Конечно. Да, наверное. То есть у тебя взгляд упал, а ничего случайного нет. Да. То есть так действительно через реальность нам дают тоже знаки. И это один из знаков. Я поздравляю тебя. Спасибо большое. Честное слово. Я благодарю, что ты действительно решилась на это. Мало того, чтобы показать это еще людям, главное с тобой, мне всегда интересно было на себе проверить все. Благодарю. Спасибо. И тебя благодарю очень. Благодарю. Спасибо. Ну что ж, закончился сеанс духовной регрессии. Он длился достаточно долго, более двух часов. И, конечно, мы не могли показать его целиком. Но мы постарались показать самые интересные моменты. Рядом со мной Полина Сухова. Мне очень интересно узнать результаты, как это происходило и что в результате получилось. Аллергия отступила? Ну, по крайней мере, мы нашли причину. И эта причина теперь будет способствовать выздоровлению человека. То есть, или же человек найдет правильное лечение, которое действительно традиционное поможет, или же она сама действительно потихонечку растворится. Это обычно в моей практике происходит очень часто. Поэтому мы надеемся. И та связь, кстати, с ее ангелом-хранителем, Таней, которую она наладила, будет способствовать этому. То есть, по сути своей, у ней теперь есть те помощники, которые и действительно будут вести ее к полному выздоровлению. Пока трудно сказать, что конкретно действительно это не будет завтра. Но мы будем тоже смотреть, как это будет происходить. Она будет нам сообщать. Я думаю, что мы потом даже поделимся в следующей передаче в какой-то одной из... Да, это было бы замечательно. Когда, если бы Татьяна к нам пришла и сказала, «Все, нет у меня аллергии, я здорова». Что в результате сеанса вы докопались до первых причин аллергии, неуверенности в себе. И теперь остается только выздоравливать. Конечно, ведь потому что болезнь – это частный случай самосовершенствования. И здесь теперь она знает, что ей делать. Замечательно, замечательно. Я хочу еще раз напомнить, что Полина Сухова принесла сегодня свой курс. Что там, еще раз подробнее расскажи. Значит, еще раз скажу, здесь пошаговая инструкция, потому что мы не знаем, как общаться. Вот кто знает, где и кому этому обучают. Никто не знает. Нигде, никто. Есть какие-то такие приблизительные мысли людей отдельных. А здесь это действительно, на моем опыте собраны многократные методики, которые действительно помогают быстро выйти на связь. И, соответственно, там уже сами ангелы ведут человека, помогают ему в любых вопросах. И курс Полины Суховой, ключики, которые открывают ваши ресурсы. Вы можете все это заказать. Ну, ключики как подарок, мы уже сказали. Да, это как символ. Да, как символ. К диску звоните, заказывайте номер телефона, вы увидите на ваших экранах и самостоятельно открывайте-ка свои двери, к счастью. Полина, сегодня действительно было что-то уникальное. То, что ты нам продемонстрировала, лично я это видела впервые. Я подсматривала, конечно, несмотря на то, что я в студии не присутствовала. Но на меня это произвело действительно неизгладимое впечатление. Спасибо, что сегодня ты была здесь. Спасибо, что ты поделилась своими знаниями. И я еще раз поняла, что мир настолько широк и настолько неизвестен. Нам еще и познавать его и познавать. Спасибо. Мы ждем тебя в следующих программах. Я благодарю. И спасибо за то, что ты делаешь. Я благодарю. Я хочу напомнить, что в этой студии была Полина Сухова, психолог-педагог, астропсихолог, НЛП-тренер, автор и руководитель Центра обучения гипнотерапии «Лотос», автор девяти книг в области психологии, этологии и регрессивной гипнотерапии, автор шестидесяти пяти обучающих курсов. Это была программа «Магия счастья». Меня зовут Ирина Хохлома. Очень скоро мы продолжим наше увлекательное путешествие в прошлые жизни. И будем раскрывать все новые тайны и разгадывать самые сложные загадки. Ведь если мы чего-то не видим, это не значит, что этого не существует. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова